В Улан-Удэ людям угрожает заброшенный скотомогильник. В Бурятии увеличат штрафы за жестокое обращение с животными. В Бурятию съехались шеф-повара со всей России с целью создать национальное меню. В Улан-Удэ люди страдают от стихийного скотомогильника. Он находится в микрорайоне Стеклозавод и существует на протяжении нескольких десятилетий. Жители каждый год просят его закрыть. Объект опасен. Незакрыты ямы, забор не отремонтирован и потенциально может стать биологической угрозой для окружающей среды и также для людей. Скотомогильник соседствует со свалкой, куда зимой вывозят и снег с городских улиц. Стоки уходят в землю, а дома людей расположены лишь в полукилометре. Здесь повсюду разбросаны кости животных и трупный запах. Люди уверены, такое соседство опасно. Если столько лет он находится здесь, на этом месте, мы не знаем, в каком состоянии он находится, какое дно у этого скотомогильника. Не прогнило ли оно за столько лет и не ушли ли вот эти все нечистоты там, которые содержимы, нашу землю. Соответственно, если землю ушло, это уйдет до Селинги. До Селинги и из Селинги это уйдет в Байкал. За свое здоровье жители беспокоятся совсем не зря. По словам экологов, такие свалки пагубно влияют и на почву, и на экологию в целом. Нарушений там полно. Ну и кроме того, сам скотомогильник оборудован несоответствующим образом. Нет соответствующего ограждения, которое допускает туда доступ животных и так далее. То есть это полное безобразие. Необходимо срочно его закрывать, рекультивировать и делать все по правилам и нормам. Общественники уже обратились в природоохранную прокуратуру. Заместитель начальника управления ветеринарией получил представление. Теперь ветслужбе придется отремонтировать и обезопасить яму Бекера. Мария Синицына, Немараднаев. Специально для программы «Вместе». Телеканал «Мир Байкал». Смертельно опасное мясо продают в Бурятии. В медвежатине нашли трехинеллез. Это паразитное заболевание, при котором опухает лицо, появляется сыпь и лихорадка. Также оно может поразить внутренние органы и центральную нервную систему. Первые признаки заражения появляются через 10 дней. Всего с начала года эксперты проверили почти 19 тысяч туш мяса и выявили 50 случаев заболеваний, включая 35 паразитных. Чтобы избежать инфицирования, специалисты советуют не покупать мясо диких животных с рук и в местах несанкционированной торговли. В Бурятии предложили увеличить штрафы для владельцев собак в 10 раз. Такой инициативой выступило Республиканское управление ветеринарии. За жестокое обращение с животными физлицам придется заплатить до 100 тысяч рублей. Если пес кого-то покусал, хозяин заплатит до 200 тысяч. Появится и наказание для владельцев приютов. За неправильное содержание четвероногих штраф до 30 тысяч. Кроме того, в Республике введут санкции за нарушение правил отлова бездомных животных. В этом случае гражданам раскошелиться придется на 5 тысяч, а должностным лицам на 15. Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Народного хурала. Пьяный водитель пытался откупиться от сотрудников ГИБДД. Экипаж остановил машину на улице Бабушкина. Машиной управлял 34-летний житель Тарбогатайского района. Ранее трижды привлекался к административной ответственности за вождение с признаками опьянения и не имевший права управления транспортом. Он признался в распитии спиртного и попытался договориться со стражами порядка. Полицейские ответили отказом и предупредили. Попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться уголовным делом. Но мужчина не успокоился и предложил угостить сотрудников ГИБДД в ближайшем кафе. Теперь разбираться с ним будут следственные органы. В Улан-Удэ иномарка чуть не снесла торговый павильон. А все потому, что водитель Тойота не уступил дорогу автомобилю Хюндай, отчего тот перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Хюндай и его пассажир, мальчик 2005 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. В Гусиноозерске подростки на мотоцикле залетели под автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла и его пассажирка 2007 года рождения с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Всего за прошедшие сутки на дорогах Бурятии произошло 43 аварии. В Торбогатайе неизвестный заминировал сразу четыре здания. Причем произошло это в день публичных слушаний по выборам главы. Местные жители в бешенстве от случившегося. Они считают, звонок был спланирован и таким путем им пытаются закрыть рты. В подвале многоквартирного дома по улице Радикальцево произошел пожар. На момент прибытия первого подразделения к месту вызова в подвальном помещении наблюдалось сильное задымление. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 20 человек. Пожарным потребовалось 15 минут на ликвидацию возгорания. Предварительная причина – аварийный режим работы электросети. Учителя математики из Яравны обвиняют в рукоприкладстве. Информации поделились в одном из местных пабликов. Мужчина избил до операционного состояния одного из своих учеников. Мальчик растет в неблагополучной семье. Соответственно, заступиться некому. Но в МВД сообщили, что драка произошла между 15-летними школьниками. После нее один из них попал в больницу. В настоящее время полицейскими опрошены участники и свидетели конфликта. Решается вопрос на назначении судебно-медицинской экспертизы по определению тяжести вреда здоровью. Отметим, что оба подростка на учете в ПДА не состоят. В поле зрения правоохранительных органов не попадали. На данный момент педагог отстранен от занятий. По некоторым данным, он присутствовал в кабинете во время конфликта. 150 хвостов рыбы, 25 орудий ово и 9 плавательных средств изъяли в рамках операции «Нерест» у браконьеров при Байкале. Наказание – штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера на передней части машины. Изменения внесены в ГОСТ и рост стандартом 18 октября. Еще месяц назад такие госзнаки были разрешены только сзади. А за размещение квадратного номера спереди автовладельцам грозил штраф 500 рублей. Теперь квадратные государственные номерные знаки разрешено устанавливать на японских, американских и некоторых советских автомобилях не только сзади, но и спереди. В России определят единое время запрета на шум в жилых домах. Такой законопроект накануне внесли в Госдуму. Он предполагает ввести общие правила для всей страны. Запрет на шум будет действовать с 11 вечера до 7 утра. В документе также прописано единое время для строительных работ – с 9 утра до 7 вечера. И только в будни. Жильцы сами выберут ответственного, который сможет составлять акты о нарушении и передавать их в руки полицейских. Отметим, сейчас каждый регион самостоятельно решает, в какие часы нужно соблюдать тишину. В Уан-Удэ проходит международный фестиваль «Гастрокэмп Бурятия». Именитые шеф-повара из разных регионов страны проехались по районам республики. Цель – найти необычные продукты. И все, чтобы создать уникальное меню, в котором будет отражена особенность Бурятии. Например, баранина. Ее будут тушить, жарить и парить. Главное – по-новому раскрыть вкус. У нас все всегда спрашивают, когда мы только приехали, а что вы будете готовить? Вы, наверное, что-то подготовили заранее, что-то. Такого тоже нет. Нам нужно познакомиться с продуктом, понять его вкус, если он яркий, хороший, и уже из этого продукта готовить и раскрывать его со всех сторон. Под руку кулинаров попали икра, и даже печень коня не обошлось и без байкальской рыбы – сорожки. Ее пропустят через паназиатскую и французскую кухни. В панировке, в кисло-сладком соусе – это лишь часть вариантов. Закоптил из нее, буду делать паштет. И четвертый вариант – я буду ее фритировать. Вот у меня сейчас девочки там будут делать, и она у меня пойдет в стритфуд. То бишь она у меня будет панироваться в сухарях и в паприке копченой. Давайте попробуйте, серьезно. Попробуйте. Да. Ну, по моему лицу видно, это вкусно. Вам как? Да, классно. Классно. На гастрофест в Бурятию пригласили и шеф-повара из Монголии. Участниками проекта стали также именитые кулинары Бурятии. Сейчас разделываем на филе копченую щуку для будущего паштета. Паштет будет на ремесленном хлебе. Со слов поваров, кулинарный проект внесет значимый вклад в развитие туризма Бурятии. В рамках Костром Кэмпа Бурятия шеф-повара представит на суд публики широкий ассортимент блюд, где будут использоваться только свежие натуральные продукты, выращенные в наших прекрасных местах. Завтра будет презентация. Гостям представят блюда из яка, баранины, овощные салаты и ягодные напитки. Кроме того, 7-8 десертов. Список огромный, всего около 40 позиций в новом меню. В будущем рецепты станут общедоступными для всех кафе и ресторанов в Бурятии. Егор Кокорин, Руслан Хертуев. Программа Мести, телеканал Мир Байкал. ФСК проходит межрегиональные соревнования по боксу. Посвящены они памяти героя России, заслуженного летчика-испытателя Тайгиба Толбоева. 13-й по счету турнир собрал гостей из Иркутской области и Монголии. Участвуют юниоры и мужчины. Турнир массовый, потому проходит в три дня, с 23 по 26 октября. Всего 100 участников в 13 весовых категориях. Бурятию представляли 24 спортсмена. Один из них – Владислав Дубанов. Боксом занимается пять лет. Свой первый бой провел против Монгола. Соперник очень хороший. На класс выше сразу чувствуется. Ну, что я думаю, дыхалки не хватило, физухи. Ну, я не расстраиваюсь особо. Есть над чем поработать. На турнир в этом году приехало 15 боксеров из Монголии. Со слов судей подготовились серьезно. Стой, не стой, не стой. Следующий рамп. Рывай, Влад, хорошо. Поднив к нему. Еще. Подним, к нему, к нему. Влад, еще. Влад, еще. Стой, стой. Десять турниров проводились еще при жизни Тайги Баталбоева. Бокс был его любимым видом спорта. Но свою славу получил еще в прошлом веке. На лондонском авиазаводе проработал 30 лет. Испытал более 50 типов самолетов и вертолетов. На счету более 40 боевых вылетов. В 2007 он стал героем России. Он не просто был приглашенным на открытие. Он всегда принимал очень активное участие в подготовке и проведении этого соревнования. Повторюсь, я и сам был его участником. У меня самые положительные впечатления об этом турнире. Начиная еще с момента моего участия в нем. В турнире три категории возрастов. Самые интересные – юноши. Вид спорта тяжелый. Потому лишь 30% переходят в юниоры. А потом мы смотрим вот эти юноши, которые боксировали в прошлом году. Они перешли в юниоры. Кто из них остался? И потом смотрим те категории, которые перешли во взрослую сборную. Поэтому у нас как-то прослеживается, понимаете, вот эта линия между юношами, юниорами и взрослыми. Каждый желающий может лично увидеть финальные бои. Они начнутся 26 октября с 11 часов. Егор Кокорин, Руслан Хертуев. Программа Мести, телеканал Мир Байкал. В Бурятии вновь приведут турнир по вольной борьбе памяти Юрия Власко. 27 и 28 октября в физкультурно-спортивном комплексе соберутся более 150 спортсменов. О своем участии уже заявили борцы из Иркутской области, Забайкальского края, Республики Тыва, а также Красноярского края и Якутии. Выступят на домашнем ринге и бурятские юниоры. Из наших борцов будут принимать участие лидеры, на которых мы возлагаем надежды большие. В составе сборной призеры первенства России это Тамир Ишинемаев, Павасан Подкаменев, Аюр Немаев, Илья Жибалов. Ну и от нашей команды порядка 70-80 участников будет. Всего будет 10 весовых категорий. За первое место предусмотрен приз в 20 тысяч рублей. Напомним, Юрий Волоско – мастер спорта международного класса, двухкратный победитель первенства Европы и обладатель Кубка Европы. Он трагически погиб в 2017 году. Первый турнир его памяти прошел в сентябре 2018 года и собрал почти две сотни спортсменов. Легендарный Бахчисарайский фонтан снова прогремел на сцене Бурятского театра оперы и балета. Впервые его показали в 1943 году. Он стал первым балетным спектаклем в Бурятии. В Бахчисарайском фонтане переплетены две культуры – славянская и восточная. Колоритный образ спектакля – красавица Зарема. Звезда любви – краса Гарема, созданная на сцене Лии Балдановой. В основе балета сюжет поэмы Александра Пушкина о польской княжине Марии, татарском хане Гирей и его жене Зареме. Хан пылает страстью к юной пленнице, но полячка не может забыть погибшего жениха. Зарема, задыхаясь от ревности, убивает соперницу. Складывалось впечатление, что артисты сами проживают эту историю в первый раз. Отсюда и восторг зрителей. Мы сюда очень долго забирались и хотели попасть именно на балет. Сегодня нам удалось. И вот 40-летние давности впечатления подтвердились. Это, конечно, чудесно. Очень красиво, впечатляет. Девочки, мальчики молодцы. Много в театры хожу, но это очень красивый костюм. Балет сам интересен, движения очень интересные. Ну, короче, рекомендую тем, кто не ходил. Очень красиво, спасибо. Красиво, интересно, красочно, очень красочно. Понравилось очень. Оточенные движения и пластика актеров, где техника соседствует с душой. И, видимо, магия этого балета настолько сильна, что он будет актуальным всегда. Мария Синицына, Вячеслав Батуев. Специально для программы «Вместе» телеканал «Мир Байкал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова